Всем привет! Меня, наверное, потеряли. Не теряйте, я жива-здорова, чего и вам желаю. У нас сегодня жарко, у нас сегодня жаркий день. Сегодня какое? 12? 13 июня, по-моему, если не ошибаюсь. Потерялась. Была в фикс-прайсе, купила ласку. Вы знаете, что заметила? Вот здесь вот ласки я почему-то... Так, 77 рублей стоят, так? И ее здесь вот так. Вот так вот. Вот по этому. Я думала, что до горлышка. А нет, не до горлышка. Сколько здесь грамм? 790 грамм. Никогда не смотрела вот на эти вот граммы. Мне казалось, вот большая, а ее здесь, ну вот, вот до сюда. Вот до сих пор. Больше нету. Так, что еще купила? Вот такой вот биомед. Кстати, очень хорошее средство за свои деньги. 77 рублей. 99% натуральности. Натуральности. Это что у нас тут? Здесь что-то с виноградом. Не содержит парабены, в торт, синтетические амортизаторы и красители. За свои деньги очень хорошая штука. Ну-ка. Я брала только другую. Ну, такая розовенькая, видите? Ой, что-то руки трусятся. Несла тяжелый пакет, и теперь руки трусятся. Так. Взяла вот такой антижир. Мне сказали, очень крутая вещь для кухни, для чистки кухонных плит. Ну, здесь, значит, удаляют жировые, стойки жировых загрязнения, применим для чистки кафельной плитки. Пластика, стеклокерамики, подходит для мудья полу. Вот такую вот штуку, это тоже в фикс-прайсе, стоит она... Степа, ой, господи. Так, такая она штука стоит... О! Здесь нету такой... А, вот есть. Так, гель для... 77 рублей. Вот такой гель. А, стресса для стирки, ласка, 99 рублей. Зубная паста, так, 77. Еще одну взяла, очень хорошую. Это, кстати, какая-то новинка, или я не видела, или просто она была как-то в другом исполнении. Вот такая вот. Лимонная свежесть, 1 литр здесь. Все, понюхать же надо. Псу. Не знаю. Пока ничего не могу сказать. Тоже очень крутая штука для туалетов. Да, вот у меня в туалете появились какие-то такие мелкие крапинки на самой... На самом унитазе, вот на этой вот площадке. И еще я что купила. Вот такое вот кашпо. Ну, оно большеватое. Стоит оно 199 рублей. Горшок для цветов. Жалко, что вот к этой вот штуке, к этому горшку, нету тарелочки. Вот в чем я купила его. Сейчас я покажу. Так. Вот для этого каланхоя я его купила. Вот для этого. Думаю, ну вот мне кажется, будет большой. Или ничего. Вот так должно быть. Да хотя нет. Нормальный будет. Все. Это будет у меня такой горшочек. Он мне здесь стоит вот. Вот. Непонятно. У меня такой же есть горшочек. Вот, смотрите. Вот такой же. Вот я хотела такой вот маленький. Но в фикс прайсе их сейчас нет. Было одно время. Буквально вот, знаете, одно время. Это у меня тоже каланхоя. Это я от листочка выращивала. И вот такого же типа. Вот у меня вот такой вот будет. Такого же типа. Не видно, наверное. Нет, конечно. Господи. Против света. Ну ладно. Я показала. Кто что. Вот. Хотела я вот такие горшочки. Но вот хочу еще. Вот под этот мини каланхоя. Тоже такой же. Но вот надо вот маленький. Где-то караулить. Вот. Он большой-то не подойдет под этот каланхоя. Так. Что еще? А. Ой. Забрала у дочери. Вчера я их обрезала. Вот посоветую. Я вообще орхидеи не люблю. Вот как-то не люблю и все. Ну вот посмотрела у нее вчера. Они там в обычной земле. Эта земля чуть ли не колом встала уже. Я говорю, Женя, ну как у тебя вот так вот. Я у нее забрала. Она аж убежала из горшка. Здесь такой был вот корень огромный. Я его обстригла. И сейчас я просто... Вот она уже даже вянуть стала. Я сейчас его просто посажу. Для этого я штук... И вот такая же вторая орхидея. Ну просто попробуем. Мне просто что-то так их жалко стало. У меня они почему-то не цветут. Я утащила их все на работу. Девчонкам там раздала. Вот у меня такая же была. Вот с такими саблевидными листьями. И так она меня раздражала. Просидела 3 года. И ни разу не зацвела. Че я с ней только не делала. Так. Это я творог купила. Я купила для орхидеи вот такую штуку. Я их сейчас посажу. Такую штуку купила. Вот они у меня со вчерашнего дня здесь болтаются. Сиротки. Так. Взяла вот такую штуку. И к этому же... Это я ее разбавлю. Вот с корой. Из меня садовод-то еще тот. Так. Древесный уголь взяла. Так. И вот эту вот штуку мох с фагнумом он очень нужен. Мне сказали очень нужен. Попробую реанимировать. Ну может у меня получится. Я взяла два таких горшка специальные. Вот одноразовые они. Для орхидеи. Тоже вот без тарелочки. Это очень неудобно. Вот куда это? Так. Что у нас тут? Так, так, так. Уголь 20 рублей. Грунт орхидеи 63 рубля. МОК 66. Кара 44. И горшок по 62 рубля. По 31.30. Вот такой горшок. Так что попробую. Не знаю. Что-то я в цветы ударилась. Одно время я просто их не хотела. Потому что ну что-то как-то у меня не получалось. Их вырастить. Не знаю почему. Кстати, я получила по почте. Получила я свои документы. Ну как документы? Да. Не путевку, а еще только бумажки для получения справки на санаторно-курортное лечение. Так, справку. Вот мне выставили такую. С нашего пенсионного отделения. Так. И вот такая у меня еще справка. Вот такая у меня еще справка. Видите, сколько справок надо собрать? Так. Угу. Общий стаж. Стаж службы в органах дел, в органах наркоконтроля. В льготном исчислении. Общий трудовой стаж 32 года. Там у меня 20 лет. И, короче, 32 года. Ну и сейчас у меня... Вот сейчас у меня еще плюс 3. Короче, 35 лет. Ну это я так почитала. Так. Право на льготы выдано для прикрепления на медицинское обеспечение в МЧС МВД России по Красноярскому краю для получения путевки в медицинскую организацию МВД России. Осуществляющий санаторий и курортное лечение. Такая справка. Тут еще вот такая вот памятка, чтобы вернуть заявление. А, перечень документов для возмещения расходов по проезду в санаторий. Ну, проезд у нас бесплатный. И мы платим 10% от стоимости путевки. Это мы собираемся на 21 день. Это где-то 3000. В общем, слетать за 3000 почему нет? В общем, вот такие дела у нас. Во вторник пойдем уже сходим с Леной. Нам нужно вместе пойти. Нам нужно вместе пойти, чтобы нас поселили в один номер. Потому что номера двухместные. И если кто-то одного не селит. Нет, селят, если при наличии номеров за отдельную плату. За дополнительную плату там селят. Но мы как вдвоем летим. Нам есть больше шансов, что дадут нам один номер. И мне кажется, что больше шансов на получение санаторно-курортного лечения. Видите, как мечты сбываются, называются. Я когда-то хотела. Я, наверное, об этом уже говорила. Я когда-то хотела. Говорила еще. Сама с собой разговаривала. И Лене говорила. Говорит, надо, говорю, как-нибудь воспользоваться этим правом. Что-то мы отработали столько лет и ни разу не ездили. Ну, вот как-то это все, так, на нет все сходило, да. И тут, и тут вот, пожалуйста, договорились, называется. Говорили, говорили и договорились. Ну, это тоже хорошо. Спины нам надо подлечить. Будем пытаться воспользоваться этой опцией. Ни разу не воспользовались. Теперь попытаемся воспользоваться. Дай бог, что нам только бы дали. Вот на октябрь месяц я буду заявляться. Лене-то все равно. А мне вот как бы отпуск надо же передвинуть. Так что вчера я с этой смыслю о Турции уже распрощалась. С мыслью Турции в этом году. Потому что у нас карантин. Ну, как не карантин уже, а такое самоизоляция, самосохранение. Не знаю, как хотите, назовите. Продлили до 12 июля. Ну, это не то, что надо сидеть дома с закрытыми на 85 замков. Нет. Просто рекомендательный характер носит. Выходить там с масками, пользоваться масками. Там без надобности из дома не выходить. Ну, у нас сейчас на улице мало народу. Потому что выходные дни. И все, видимо, уехали за город. Вот. Ну, а так, конечно, мы придерживаемся этого. Конечно, есть у нас зараженные, да. Видим, как волна пошла вот оттуда с европейской части. У нас просто вот... Сейчас она пройдет. Видимо, знаете, это все-таки... К нам это пришло через месяц. Не надо было нас закрывать раньше времени. Я так думаю. Ну, и не я так думаю тоже. А вот сейчас... Ну, смысла уже нет. Смысла уже нет. И, ну, продлили, продлили. Мы уже к этому привыкли. И того будет уже 4 месяца, как у нас закрыто все. Нет, у нас все открыто. Кто красноярцы знает. У нас открыл просто закрыты большие торговые комплексы. Это вот июнь. Планета. Так, что там? По-моему, квартал у нас свободный. Там открыто что-то. В общем, открыты те, кто имеет отдельный вход. Но я тоже не понимаю. Вот смотрите. У нас большие продуктовые, такие как Лента, Командор, большие супермаркеты. Там столько народу, особенно в пятницу. Мы были вот тут недавно в Командоре на 78-й добровольческой. Боже мой, что там творилось? Там немерено народу. И я не понимаю, почему не открывают ту же планету. Ну да ладно, мне открывать, то не открывать. Мы уже как-то привыкли к этому. Вот. Я тут мой зайчик. Вот такой зайчик у меня. Вот такой зайчик. Надо зубы ехать чистить. Камень у нас появился на зубах. Надо ехать чистить зубы. Подскажите, кто кошатники? Чистили вы зубы своим котам? Вот у моего что-то появился какой-то камешок. Камешочек там, да? Нельзя, что появлялся. У него и так зубы удаленные с детства там. Потому что он же у нас приблудный, подкидыш. Чем он там питался, непонятно. Мы его подобрали-то. Ему было уже, наверное, 4 месяца или месяцев 5. Дохлый, тощий, звонкий. Он видит сейчас какой жирный кот. И повезли, когда его посмотреть, что у него там. Как у него с зубами ему. И удалили зубы, да? Тебе зубы-то и удалили. Сказали, у него там сгнили зубки. И теперь надо смотреть, чтобы еще не появилось. Вот чем у нас есть-то будет. Кашу будет есть потом, да, Марк? Мой зайчик, мой зайчик. Линяет сумасшествие просто. Вон он, вон, вся, вся в шерсти. Ужас. Вот такие дела, девочки, мальчики. Всем пока-пока.